привет народ попробую сегодня короче немножко сюда камеру поставить потому что много очень каких-то вещей делаю его так вот да а камера у меня стоит вот так вот ну и собственно руки не попадают попробуем давайте так ну и микрофон попробуем прицепить на булавку сегодня это не сглаза сразу я в это не верю сглазы там всякие все остальное это не про нас а я думаю нормально не мешает она все в общем поехали у нас сегодня вот такая вот коробушка здорово я не знаю то ли это работники новой почты так шутят ну то есть человека нормально так взяли за коробку за доставку за упаковку а там внутри воздух ну потому что очень легкая я не помню какой-то в общем человек магазине заказал какую-то запчасть и запаковали вот ну в такую коробку еще да там около там 500 600 гривен за доставку ну реально ни о чем а ну да примерно то же самое коробка в коробке зачем ну чтобы увеличить габариты взять больше за доставку или как я не понимаю ну реально вот зачем новая почта иногда такие вещи творит то есть разводит людей для и тут опять матрешку выбирать я в шоке зачем две коробки объясните кто-нибудь мне почему-то кажется что поняли увеличить габариты посылки взять собственность человека больше не так добрый день руслан нужно полирнуть клипсу полирнуть коцку на бэкспейсере клинок стоит не по центру если можно то убрать царапины с лезвия клинка в скобочках заголтовать и заточить может что-то вы увидите своим профессиональным взглядом а в общем что-то мне тоже не нравится заголтовать что-то шось видать такое там народ что-то интересное так тряпочка делают вот такую вот биту в ином да в общем давайте это мы пока в сторонку клин не по центру да о чем так трошечки сторону ушел непонятно люфта вроде как нет да и нужно подшипника должен быть они есть люфт вот убираю когда лайнер чуть-чуть что-то там как бы есть немного но есть ну возможно из-за этого и в общем смотрите ну тут как бы за задавать клинок не понял заголтовать и затащить клинок ну чтобы понимали здесь у нас карбоновые вставки и вот так вот продольный сутин у меня вот карбончик этот вклеенный ну мне кажется что ему галтовка не пойдет мне кажется хорошая клинка вот здесь на клинке есть вот и сломанный кончик чтобы понимали слушайте камера прям да сегодня в ударе вот такая вот здесь за . ну и прям смотрите прямо в макро снимает прям чётенько сегодня сонка радует в общем на спейсере царапина на спейсере я здесь не вижу ничего такого криминального ну вот прям прям криминального ничего не вижу смотрите сами давайте будем наверное звонить человеку наш лёгенький достаточно ну как относительно лёгенький не то что он прям воздушный знаете но для своих размеров чувствуется прям не тяжелый то есть я так на вскидку думаю что грамм около 145 чуть-чуть может дольше 147 чуть-чуть может больше да я сказал вот два грамма не знаю видно не видно вам да вот так вот жикс видно да чуть-чуть может больше 145 и плюс два ну вот прямо жда в общем в общем в общем в общем что мы с этим делаем прям даже не знаю клипса клипса но здесь не только клипса здесь есть ножичек и идем такой потертый уже все-все-все-все потерт я даже не знаю что делать давайте мы сейчас открутим клипсу и посмотрим 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 что здесь у нас в общем вот так как китайцы сделали это клипсу крутить ключик а это осевой ну уж так себе то есть здесь вы понимали у нас вогнутая сфера мы поняли да на болтике здесь тоже вогнутая сфера а здесь ее нет здесь ровно почему если вы уж ключ делаете так делайте и ключ тоже с выпуклой сферы чтобы он сюда четенько прям становился так нет ой китайцы китайцы короче ну давайте попробуем как здесь будет крутить не руками не крутится давайте через рычаг так потому что просто пальцами недостаточно в общем так титан а болтик стальной видите хотя вот они сделали его такой что чтобы он походил болтик у нас сделали под титан так 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 здесь шоу здесь у нас клипса и она такая ну как бы поцарапанная вся поцарапанная чем-то ее поцарапали шо это за прикол я не знаю это наверное это что светится оно что да кусочек вставили как он там третий не третий короче мне кажется да люминофор короче клипсу заголтовать но это ладно а вот с этим что делать тут как бы кроме клипса вот здесь вот все место побитое покоцанное то есть его тоже галтовать либо же ну то есть непонятно спайсер тоже клинок тоже с клинком что галтовка сделает вот с этой историей я как бы тоже сомневаюсь давайте будем звонить так о руслан алло день добрый слушайте ну добрался я до вашей посылочки и вот и вот немного не пойму вы хотите клинок тоже заголтовать да нет клинок просто там царапину убрать если можно в записке просто написано в записке просто написано заголтовать и заточить или уже передумали не не заточить клинок заточить галтовать не будем то есть да галтовать не будем клинок хорошо что можно скрипса это сделать так отточил вам кто-то клинок или сами точили не не точили да я понял окей тут просто кончик сломанный еще видели да там чуть-чуть есть да но это не чуть-чуть это не чуть-чуть это чуть-чуть это чуть-чуть много да то есть как бы если ну по правильному сделать то это до этого места нужно съем металла делать полностью по всей линии режущей кромки сделаем сделаем конечно же конечно же и подскажите то есть точить моего не то чем я могу вам здесь сатинчик просто ну как бы поверх его возобновить немножко да да сатин обновите да а вот просто что с клипсой вот этой она просто будет плестеть да я не понимаю если ее повернуть там заанодировать же ж нельзя ее только как ну она здесь как бы не анодирована здесь здесь клипса титановая это не алюминий чтобы вы понимали это титан и она не анодирована она здесь галтованая вот так вот только видно вот когда сказали что упал только только увидел я замены то под определенным углом на него смотреть да 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 и там еще если там я увеличил тоже так глазом не видно увеличил на фотографии там тоже там возле осевого там тоже видно когда он падал там есть такие там ну там не знаю там можно посмотрите своим профессиональным взглядом если там что-то сделать то сделайте там ну идеально понятно что уже его не сделаешь но не тут просто сам сам этот самый скажите сама рукоятка она здесь я так понимаю что либо мелкая галтовка либо пескоструй вообще скорее всего что пескоструй мелкий пескоструй у меня нет чтобы сделать опять поверх пескоструй то есть его либо галтовать надо либо 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 ну тут они уже позатирались пятнами такие прям блестят прям ага пескоструй у меня нету а галтовать ну это крупно то есть у меня нет мелкого такого как песок прям абразива у меня здесь на клинке тоже вот под определенным углом видно вот здесь вот 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 и то как то надо его пожелать ну посмотрите что можно сделать его да окей тогда хорошо решим сейчас посмотрим что куда зачем и почему добренько да и там чуть-чуть осевой вроде как ну то есть клинок вроде как бы не пацан да да я заметил тут люфтец небольшой еще есть да посмотрите что там хорошо да добренько до свидания до свидания короче народ давайте разберем и самое неприятное в этом всем что ну ножичек такой не совсем тупой поэтому можно будет порезаться прям аж легко при работе с ним давайте будем будем посмотреть сейчас в общем тут все у нас печально ну в смысле с одной стороны хорошо что не крутило здесь ничего видите да тут вот так вот все выглядит залежи прям это с одной стороны хорошо это говорит что вы поняли да что тут никто ничего не крутил и соответственно все здесь в первозданном в первозданном виде так 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 в первозданном виде да это тоже сталь помните да я вчера вот в этом видео говорил что китайцы ну очень можно редко встретить чтоб китайцы вот прям не экономили любят они экономить и экономят везде и на всем то есть если можно сделать винты стальные то есть они их из титана никогда не сделают то есть это скорее исключение из правил нежели правила ну и здесь вот так все выглядит здесь выглядит все вот так вот так 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 давайте наверное мы его не разберем мы его да пока не раскрутим три винта на спейсере угу есть тоже сталь да да хотя все они видите пескоструенный приведены как бы в один вид так и не скажешь где здесь стали здесь титан хотите там конечно бы добавил легкости ножа очень сильно а китайцы подумали то сколько там тех болтиков а тут клинок он здоровый клин вес вот здесь прям вот так вот клин здесь действительно тяжелый и можно фрезернуть китайцы фрезернули в этом отношении молодцы так 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 здесь все у нас плотненько то есть на осевой садится прям клиночек замечательно здесь все у нас прям грязючки нужно будет почистить ну а так в общем в общем неплохо да удар здесь небольшой такой видите человека напрягает я бы допустим секунду ну вот так вот будем делать я бы допустим ну и не обратил бы внимание вообще если бы это вот был мой нож и прям вот ну видите да тут взамен в общем мелкий мелкий небольшой прям ну о чем тут говорить мне человек замечаю ну ладно давайте будем посмотреть так здесь у нас штифт стоит прям плотненько можно вытащить немножко а не хочет прям плотничком все так в общем шо это было я не понял эта камера работает а эта камера выключилась да да почему выключилась непонятно короче не знаю я почему она выключилась и шо с ней не так давайте попробуем еще разочек запись пошла вроде как от чего она выключилась я не знаю еще и не так в общем ладно давайте шайбочку мы отсюда вытащим здесь везде и под шайбами везде 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 нужно вычищать вот это все безобразие хитрые китайцы видите как сделали ограничитель фрейма то есть вот он упирается вот сюда еще поняли да как это работает здесь пропил а здесь вот сухарик просто держит и все и дальше не толкнешь в общем так есть здесь все окей здесь то же самое болтики сюда пока что потом их тоже почистим все подшипники тоже нужно очистить шарики здесь у нас керамика ну и здесь тоже все нужно очищать в общем по клинку ну давайте попробуем сейчас конечно неплохо было бы его немножечко так хотя бы чуть чуть вот так вот так притупить не порезаться легонечко раз все и теперь м390 написано ну не знаю затупилась достаточно легкая хотя здесь у меня штифт каленый написано м390 вот так вот и сейчас нам нужно попробовать устранить сейчас давайте я вам попробую сначала показать вот здесь вот вот здесь вот здесь вот то есть нож когда падал то немножечко пострадал неплохо было бы какие-то тисочки потому что ну с ручным сатином придется поиграться это не быстро ну-ка все опять выключить я не знаю что это с камерой короче ну короче печаль беда вот так вот доставать можно шайбочки видите обычным неодиным магнитом можно шайбы доставать не знаю что с камерой раньше такого с ней не было шо это такое вообще без понятия и она не выключилась ну в смысле она только запись выключила сама камера работает без понятия ну такая тепленькая прям хорошая я не знаю ага да она показывает что она она перегрелась короче температура видите показывает ну батарея тепленькая она не горячая прям ладно давайте ее выключим пускай чуть-чуть отдохнет пускай чуть-чуть подостынет короче да тут о вот так четко видно во 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 вот это и вот это видите да раз на два то есть иногда нужно просто не помню кто сказал что правда она как и бриллианты их не нужно приукрашивать их нужно просто подавать показать в выгодном свете в выгодном освещении точно так же вот с царапинами на камеру это просто иногда нереально показать так это сюда это сюда и это тоже сюда все так по клипсе по клипсе давайте сейчас будем смотреть я думаю проще будет с клипса я думаю будет немножко проще посмотрите как видны следы фрезеровки фреза где-то погрузила чуть чуть больше где-то чуть чуть меньше материал и получается вот сейчас видны прям дороги как фреза ходила и вот здесь вот вообще виден размер фрезы кругляк вот тут такой видите а вот сейчас четенько видно а вот сейчас все дороги видны хорошо китайцы не заморачиваются то есть ну по-хорошему как бы тут вот на плоскость какой-то положить наждачкой поняли да выровнять вот эти все переходы а потом бросить уже в галтовочную машинку и загалтовать они сразу кидают это все галтовочную машинку и по кругу в общем в общем поехали что мы делаем что мы делаем что мы делаем вот здесь тоже нужно нам плоскость и выровнять и давайте будем пробовать давайте будем пробовать есть у нас потертая наждачка уже не первой свежести мы уже на ней работали поэтому она менее агрессивно у нас будет работать собственно на ней не будем сейчас сравнять так и вот здесь вот хорошо бы фасочку вот давай снять ну вот собственно почти слушай здесь сиди катаешься туда-сюда в принципе в принципе все вмятина мы выпрыгали ее нет видите да все ровно сейчас осталось осталось теперь убрать вот глянец заполированный ну как бы он не заполированный еще но отличается понимаете да от общего скажем так ансамбля так здесь что мы пробуем здесь у нас получается раз здесь плоскости очень много но видите плоскость основная раз два три четыре пять шесть то есть вот вот одна плоскость вот вторая уже вот одна вот вторая то есть здесь как бы сложная геометрия клипсы прям давайте попробуем какие плоскости нам нужно вообще трогать ну понятно что с основной нужно поработать а какие то может быть мы не будем даже трогать хотя вот вот этих вот эту и вот эту можно не трогать а вот эту и вот эту придется и вот это наверное придется немножко поработать сейчас попробуем что даст нам наждачка какой вид и потом посмотрим ну вот вот уже вмятины мы убрали сейчас мы просто нужно вот эти риски поперек нужно тоже их убрать каким образом то есть мы не будем вот как-то так только вперед-назад поняли да двигаем то есть без вот таких вот движений по кругу ну то есть сейчас я еще могу сделать это все вот так вот чтобы вырунить плоскость ну это нужно исключить потом на финишном проходе чтоб не было вот этого видите заматовывание такого если мы будем вот так вот делать то мы сделаем такую более матовую поверхность а перед галтовкой нам она не нужна в принципе ну и перед галтовкой мы возьмем более мелкую наждачку еще и на более мелкой наждачке это все скажем так сделаем финиш так 400 то было у нас какая 320 это было да это 400 . а напишем а и и и и и и в и и и